Сегодня мне очень приятно приветствовать вас всех на нашем вебинаре совместно с 3CX, совместно с FanVille и с нашим уважаемым дистрибьютором IP-матикой, дистрибьютором в России и странах СНГ. Мы проводим совместный вебинар, чтобы рассказать о возможностях 3CX, о возможностях FanVille, о совместимости и так далее, чтобы больше информации у вас было. Меня зовут Татьяна Мелушкана, я являюсь менеджером из компании 3CX по обслуживанию партнеров в странах СНГ, России, Скандинавии, Украины и Грузии. Так что по всем вопросам, которые касаются 3CX, вы можете всегда обращаться ко мне. Контакты будут в конце презентации, и мой телефон, и моя электронная почта. Сегодня с нами Григорий и Илья, представители FanVille и IP-матики. Да, Татьяна, спасибо большое за приветствие. Для меня очень большая честь, что я первый раз провожу с вами подобный вебинар. Я надеюсь, и в следующем мы будем делать такие практики все чаще и чаще. Вот, для меня очень приятно, что FanVille именно тот производитель, насколько я знаю, с кем вы впервые решили посотрудничать в данном ключе. Поэтому, да, давайте начнем. Илья, да, еще раз приветствую. Татьяна, прошу вас. Да, я начну вебинар, рассказав именно про 3CX, о компании, о программном обеспечении, о нашем лицензировании, партнерской программе. Начнем с компании. Компания была основана 15 лет назад. Наш основатель Ник Галея в свое время тоже искал компанию, искал телефонию для своих тех компаний, которые в тот момент он руководил. Он не нашел того, что он хотел найти, поэтому решил основать свою компанию, и так основалась 3CX. 3CX – это программное обеспечение открытого стандарта, то есть это телефония через интернет, да. Мы предлагаем нашим партнерам, нашим клиентам свое программное обеспечение, и то есть посредством партнеров мы подключаем его у наших клиентов. У нас уже очень много инсталляций, как вы видите тоже на слайдах, 250, а уже, наверное, и намного больше инсталляций по всему миру, во многих странах. У нас есть представительство в других офисах. Сами мы находимся на Кипре, в Никосии. И ежегодный рост, он, конечно же, увеличивается и увеличивается, потому что это решение очень популярно, оно намного выгоднее аналоговой АТС-ки и предлагает намного больший функционал. Что касается нашего лицензирования, лицензирование 3CX основывается прежде всего на количестве одновременных вызовов, то есть чем мы выгоднее, чем мы отличаемся от обычной АТС-ки, что вы не подключаете, не платите за всех абонентов, за всех пользователей, вы платите именно за одновременные вызовы, которые происходят через ваш PBX. Возможно подключить неограниченное количество пользователей. То есть если в вашей компании работает много работников, но вы понимаете, что нет необходимости в большой загруженности, нет необходимости в большом количестве одновременных вызовов, то нету никаких проблем. Всех пользователей вы можете подключить. Единственное, что одновременно смогут разговаривать столько, сколько позволяет ваша лицензия. У нас есть три редакции лицензии, Standard Professional Enterprise, и они отличаются по функциональности. Мы немножко этого коснемся, чуть позже я вам покажу самые главные отличия. Да, например, компания «Маленький стартап» начинается с маленькой лицензии, с бесплатной версии, четыре одновременных вызова. Со временем компания развивается, растет, появляется колл-центр, появляется большее количество работников, и всегда можно увеличить свою лицензию, заплатив только разницу в стоимости между редакциями и между размером лицензии. И для новых наших клиентов мы предлагаем пробные лицензии. То есть вы сможете попробовать абсолютно любую лицензию 3CX, самого высокого размера и редакции сроком 60 дней. То есть за 60 дней вы сможете понять, насколько она вам удобна, можете ли вы провести интеграции со своими CRM-системами и принять решение о приобретении. Крупные клиенты всегда хотят попробовать. Они никогда не будут брать просто так и подключать телефонию. Именно поэтому мы и предлагаем вот эти пробные лицензии на 60 дней с полным расширением. Здесь представлены, во-первых, какие лицензии мы предлагаем. Количество одновременных вызовов, как я уже ранее говорила, и три редакции. Здесь вы видите цены на сегодняшний день. Цены могут меняться. В данный момент они такие. Что касается лицензий, мы предлагаем годовые лицензии. В свое время у нас были лицензии тоже бессрочные. В данный момент осталось только несколько редакций, именно Enterprise, несколько лицензий бессрочных. Мы постепенно от них отходим, и мы хотим остаться на годовых лицензиях. Для партнеров это удобнее. Вы обеспечиваете себе ежегодный кэшфлоу. Что касается клиентов, годовые лицензии удобнее тем, что им не надо думать о подписке на обновление. То есть у них постоянно приходят обновления, и они могут об этом не беспокоиться. Также они могут в любой момент расширяться, и в деньгах, возможно, это даже выгоднее, потому что цены на подписку на обновление мы будем повышать. Лицензии уровня стандарт мы предлагаем первый год бесплатно, потому что это такая базовая лицензия, в которую, как мы увидим ниже, входит, в принципе, базовая телефония. Если необходима интеграция с CRM, если необходим многофункциональный колл-центр, тогда уже это редакции Pro Enterprise. Но мы хотим охватить всех клиентов. Да, и, например, стартап-организации, небольшие организации, которые только начали работать, которые не могут себе позволить также приобрести дорогостоящую телефонию, мы предлагаем две бесплатные лицензии. Уровня стандарт 4 и 8 одновременных вызовов. Сравнение редакций, как я уже сказала, стандарт – это действительно такая базовая, у нее много возможностей, но если необходима интеграция с CRM, интеграция с офисом 365, хорошая настройка колл-центра и отчетности именно для колл-центров, тогда это уже начиная с лицензии Pro. Что касается лицензии Enterprise, это уже более статусные такие компании покупают, потому что это собственный логотип на экране IP телефона, отказоустойчивый кластер, маршрутизация вызовов, то есть оператор может также включать-отключать запись разговора и так далее, и так далее. Там немножко больший функционал, который необходим. Что сейчас очень актуально? Видеоконференции и вообще удаленная работа. Мы постепенно переходим на удаленную работу. У нас даже в офисе некоторые коллеги сейчас работают на удаленке, и мы какое-то время назад тоже работали на удаленке. Поэтому именно видеоконференции, они сейчас очень актуальны. И за последнее время именно интерес в видеоконференциях вырос намного. Мы используем площадку WebRTC. Мы хотим перейти тоже на местные площадки, чтобы могли бы проводить видеоконференции, но это будет со временем. Мы немножко отложили это в планах. Что вы можете делать? Вот как сейчас у нас проходит вебинар, то есть вы можете проводить собрания, вы можете проводить тренинги, вы можете индивидуальные встречи проводить. На них вы можете делиться своим экраном, вы можете показывать презентацию PDF-файли, вы можете, показывая презентацию, указывать на конкретные моменты, что вы хотите обозначить. То есть очень много функций в нашей видеоконференции присутствует. Чат с передачей файлов и так далее, и так далее. Вы можете подключаться к видеоконференциям как со своего компьютера, так и со своего смартфона, на который скачиваете нашу, наш апп, да, и можете пользоваться 30X с телефона также, в том числе видеоконференциями. Интеграции. Интеграции – это очень важная тема, и она важна для многих клиентов, поэтому мы провели интеграции со многими CRM-системами. Многие интеграции требуют доработки, поэтому со временем мы это делаем, но многие наши партнеры нас опережают и сами делают интеграции с CRM-системами. Например, у нас есть в России очень хорошие партнеры, которые сделали более хорошие и глубокие интеграции с CRM-ками, и эту услугу продают другим партнерам, клиентам, то есть здесь тоже можно сделать свой бизнес и получить возможность зарабатывать деньги. Но интеграция с CRM – это важная тема, поэтому мы их проводим периодически более детально и более качественно. Как я уже говорила ранее, предложение для колл-центра – это тоже очень важно, причем колл-центр может работать как в здании, так и может работать и на удаленке, что сейчас тоже очень актуально. Есть панель управления для оператора, где видна вся информация, и менеджер очень легко контролировать, какая ситуация в данный момент в колл-центре происходит, сколько клиентов ждут на линии, какая продолжительность среднего разговора, разговора, сколько агентов занято и так далее, и так далее. Можно выстраивать очереди вызовов, можно настраивать стратегии тоже определенные вызовов, например, распределение вызовов по приоритету всех, то есть звонить первому свободному оператору. Также можно настроить вызовы, например, если у тебя оператор, который меньше всего разговаривал сегодня, тогда следующий вызов попадет на него, либо меньше всего ответил клиентам, тогда попадает вызов на него. В редакции Enterprise мы предлагаем вызов по квалификации. Например, в нашем, в 3CX, в сейлс-департаменте это очень актуально, потому что наша квалификация – это язык, на котором мы разговариваем. Да, русский, английский, немецкий и так далее. Вызов попадает на того оператора, который говорит на данном языке. То есть очень много стратегий можно сделать и настроить в вашей системе. Что касается партнерской программы, мы очень рады всегда видеть новых партнеров, потому что именно благодаря партнерам мы свой продукт продвигаем и развиваем на рынке. Наши партнеры помогают нам продавать продукт. Мы фокусируемся на активных партнеров, на заинтересованных партнеров, которые не просто сидят и ждут от нас следы, а которые активно действуют, которые понимают рынок и знают, как продвинуться и как правильно преподнести продукт. Что касается партнерских уровней, у нас пять партнерских уровней, на самом деле шесть, потому что когда вы подключаетесь как партнер, вы становитесь уровнем академии, и потом вы постепенно развиваетесь. У нас есть определенные требования к партнерам. В принципе, их три. Первое требование – это активация NFR-ключей. Что такое NFR-ключи? Not for resale. То есть вы их не можете продавать, дарить и так далее. Это лицензионные ключи именно для вас. Первый ключ мы даем вам для использования внутри компании, уровня Enterprise, что означает, что вы можете использовать полный функционал 3CX, соответственно, вы можете его проще продавать, потому что вы его используете и знаете уже изнутри. Второй NFR-ключ мы вам даем для тестов, чтобы вы проводили интеграции, тесты, вы можете его использовать как демо-версию для своих клиентов. Второе условие – прохождение сертификации. Здесь вы видите, что в зависимости от партнерского уровня есть определенный уровень сертификации, который мы хотим видеть у своих партнеров. Basic, Intermediate и Advanced. Обычно я советую пройти сразу все три сертификата, потому что это повышает компетенцию, и это ваш статус, естественно, потому что вы можете у себя на веб-сайте опубликовать, что вы сертифицированный партнер 3CX, и у вас есть все три сертификата, что говорит о вашем профессионализме. И еще одно условие, естественно, это планы продаж. Планы продаж мы смотрим в календарный год, то есть с 1 января по 31 декабря. В течение этого срока необходимо выполнить план продаж. Если вы присоединяетесь как партнер в конце года, все равно до конца года есть этот план. То есть те партнеры, которые сейчас присоединяются, мы, в принципе, с ними начнем наши продажи с нового года. Некоторые из них, конечно же, успеют в этом году, если у них уже есть проекты в процессе. Если партнер, например, такие тоже есть варианты, когда партнер подключается совершенно новый, он сразу же сдает все сертификаты, он активирует свои NFR-ключи и, например, делает продажу на 35 тысяч евро, он сразу становится платиновым. То есть мы не ждем, когда закончится год, чтобы поменять его статус. Нет, мы сразу же его делаем платиновым. И что дает ему каждый уровень? Ну, прежде всего, это скидка на продукт. Да, 15, 20, 25, до 35%. Следующая возможность быть опубликованным на нашем веб-сайте. С уровня Silver мы публикуем. Если вы бронзовый партнер, то мы вас публикуем. Если географически рядом не находится больше никаких партнеров, да, тогда мы публикуем в данном регионе или в данной стране и так далее, и так далее. Суппорт. Суппорт имеется в виду технический. Технический суппорт, как бронзовый партнер, можно оформить 10 запросов. Когда вы начинаете как академия-партнер, у вас есть 5 запросов в техническую поддержку. И с уровня Silver это количество уже не ограничено. Премиум-суппорт означает, что платиновые и титановые партнеры у нас в приоритете. Также у нас есть партнеры, которые предлагают свои септранки, свои линии. Вы можете стать нашим септранк, сертифицированным септранк-провайдером, да, но с уровня титанового. То есть это уже проверенный большой крупный партнер. Либо вы должны быть очень большим септранк-провайдером, работающим на большой регион. Это то, что касается партнерской программы. И само предложение, как я уже сказала в начале, мы предлагаем вам только 30x само лицензирование, само программное обеспечение. Все остальное предложение мы оставляем на ваше усмотрение и для вас, да. То есть вы комплектуете весь пакет предложения. Септранк-провайдер. То есть вы выбираете провайдера, с которым либо вы уже сотрудничаете, либо уже сотрудничает клиент, потому что у многих провайдеров тоже есть свои партнерские программы, и это сотрудничество может быть выгодным и для вас. Вы размещаете 30x. У нас есть также многие партнеры, которые являются хостинг-провайдерами, то есть у них есть свое размещение, свои сервера. Вы можете предлагать свою услугу. Опять же, продавать не только 30x, но и свою услугу. IP-телефоны. Да, вы можете комплектовать, предлагать фанвил-телефоны и продавать вместе с 30x. И точно так же сделать интеграции. Все ваши... техническая поддержка, настройка, интеграция с системами. Это все ваш дополнительный заработок, ваши услуги, которые вы продаете в комплекте с 30x. То есть вот такое предложение вы формируете для клиента, и обычно наши партнеры больше зарабатывают именно вот на своих услугах, которые они предоставляют клиентам вместе с 30x-предложением. По поводу IP-телефонов. Мы сотрудничаем с некоторыми компаниями. Мы очень хорошо сотрудничаем с компанией фанвил, поэтому у нас уже есть автонастройка для многих телефонов, plug-and-play, технология. Здесь описан очень простой способ подключения телефона. То есть нет никаких сложностей. Вам достаточно подключить телефон к сети, потому что все автонастройки, тесты мы провели уже здесь, у себя. И мы периодически добавляем линейку телефонов, которые уже автонастроены. Да, то есть вы видите, что из своей консоли вы выбираете телефон, и его подключаете с 30x. Пять простых шагов, и ваш телефон настроен, ваш телефон подключен. Да, поэтому мы рекомендуем всегда использовать только наши поддерживаемые телефоны, телефоны фанвил в данном случае, потому что это и проще, и мы можем вам оказать поддержку. Если что-то вдруг не работает, вы к нам обратитесь, и мы сможем вам помочь, потому что все тестировки мы прошли, сделали, и у нас есть вся информация, вся техническая информация, то есть у нас имеется, да, и мы сможем вам помочь. Если это неподдерживаемый телефон, тогда уже это остается на вашей стороне. Мы, к сожалению, не сможем вам ничем помочь. С моей стороны это все. Я передаю слово Григорию. Да, спасибо большое. Я за последние пару дней узнал о 3CX. Очень-очень много нового. Надеюсь, и участники вебинара что-то подчеркнут сегодня о нашем оборудовании и о нашем совместном сотрудничестве. Да, сейчас я немножко не очень опытен. Ну, да, я вижу, что, в принципе, оно работает одна и та же презентация. Бренд Fanville в России и СНГ, он получил большую популярность около 10 лет назад. У нас был первый наш популярный телефон, это BW210, небольшой черный телефон с ярко-голубой подсветкой и на два SIP-аккаунта. И что мы тогда называли инновациями, сегодня уже воспринимается как обыденность. И, ну, многие нововведения, они не могли иметь места, если бы не наша сильная команда разработки, которая у нас находится в Китае. Китайская экономика – это современный, это локомотив, локомотив экономики мира, экономики планеты. Так и про Fanville я могу сказать, что за эти 18 лет со дня основания компании мы проделали немало работ и получили отличный результат. Есть компания, которую я сейчас не буду называть, но вы, наверное, поймете, о ком я говорю. Она себя рекламирует тем, что… она гордится тем, что сделала первый SIP-телефон. Вот также компания Fanville, я могу с гордостью сказать, что мы впервые сделали настольный IP-телефон с несколькими цветными экранами. Также стоит отметить, что Fanville – это известный OEM-производитель. Мы делаем телефоны для таких брендов, как Polycom, у них есть бюджетная серия, делаем телефоны для компании D-Link и делаем телефоны, отельную серию для компании Hawaii. То есть эти компании многим известны, у них достаточно строгий контроль качества, но раз мы поставляем туда телефоны, вы можете убедиться, что наш телефон достаточно хорошего уровня. 18 лет назад произошло становление IP-телефонии, и хорошо, что с самого основания мы выбрали протокол SIP, и мы не прогадали. Там раньше был популярен протокол H3.2.3, ACCP, но мы сейчас все знаем, где эти устройства и протоколы сейчас, поэтому SIP на данный момент – это наше будущее. И год за годом мы улучшали наши продукты, особенно последние пять лет были очень насыщенными. У нас несколько телефонов на Android, более 15 устройств из сегмента безопасности, более 20 настольных IP-телефонов, и только-только мы выпустили новые SIP-мониторы. И я скажу по секрету, что в следующем году мы планируем еще расширять, и у нас появится собственная линейка DECT беспроводных телефонов, поэтому следите за нашими новинками. На данный момент очень сложно произвести революцию в сфере конечных SIP-устройств, но по сравнению с конкурентами, эволюционно мы развиваемся очень правильно, и наши текущие модели точно не хуже, а, может быть, и лучше некоторых других устройств. Продажи фанвил в России, в мире, происходят на всех континентах, и наше устройство можно увидеть на многих выставках и конференциях. Касаемо России и СНГ, у нас есть несколько дистрибьюторов. Мои контакты будут в самом конце презентации. Если что, вы можете ко мне обратиться, и я вам расскажу о форме сотрудничества, которая у нас возможна, и дам соответствующие контакты на наших партнерах именно на рынке России. Мы работаем достаточно цивилизованно, регистрируем в России и СНГ проекты размером больше 10 тысяч, и если это касается домофонов и отельных серий, то это больше 5 тысяч тоже проекты подлежат регистрации и защите. И я, как представитель вендоров России, вполне способен оказать и первичную техническую поддержку по всему нашему ассортименту. И более того, мои коллеги из Китая, они доступны тоже 24 на 7, поэтому обращайтесь. Пару слов также еще скажу о кастомизации. У нас очень низкий порог входа. Есть некоторые модели телефонов, которые мы готовы персонифицировать под вас, сделать уникальные модели с вашими логотипами или с вашим интерфейсом. И всего лишь для этого необходимо приобрести 50 телефонов. Давайте приблизимся от истории к настоящему. На сегодня у нас 4 направления телефонов. Первично это настольные телефоны XS и XU серии. Стоимость наших телефонов в розничных ценах начинается от 35 долларов, и она доходит до 450. Это наш телефон с большими тремя цветными экранами, с внешним микрофоном. Вторая категория – это видеотелефоны. В частности, в этом году мы представили две новинки. Это телефон F600S и X7A. Они построены на девятом Android. И летом, когда я представлял эти телефоны, мы были единственным производителем, кто делал настольные аппараты на достаточно свежем Android. Я думаю, что сейчас картина, она сохранилась. Телефон F600S является продолжением популярного телефона C600. В нем встроена камера, минималистичный интерфейс. А телефон X7A, у него есть возможность подцепить USB внешнюю камеру, но об этом я расскажу чуточку позже. Третья категория – это IP-телефоны для отелей. И четвертая категория – системы домофонии, о котором чуть позже расскажет Илья. Поэтому я на этом останавливаться не буду. Как я уже говорил, у нас более 20 различных настольных телефонных аппаратов, и они все идут от меньшего к большему. То есть если вы рядовой сотрудник, вам нужен только аудиовызов, можете использовать телефон X1S, причем с лучшим кодеком Opus, который поддерживается системой 3CX. Но черные-белые экраны, они потихонечку вытесняются, и добавив всего несколько долларов, в районе четырех, если не ошибаюсь, вы уже получаете телефон с цветным экраном X3S. Это наша самая популярная модель. Он будет значительнее, функциональнее телефона X1S, хотя бы потому, что у него большой цветной дисплей, 320 на 240 точек, и в нем поместится гораздо больше информации. Ну и далее по нарастающим. Если вам нужен гигабитный порт, вы добавляете еще несколько долларов. Если вам нужен Bluetooth, это еще выше. Если вам нужен USB-порт для подключения гарнитуры или там для записи разговоров, которые будут происходить непосредственно у вас, это тоже возможно, и так далее, и так далее, и так далее, в том числе до телефонов с несколькими цветными экранами и с возможностью подключения Wi-Fi адаптеров. Некоторые ругают нас, что у нас нет отдельно стоящих панелей. Ну и пока мы решительно не сдаемся и действительно считаем, что наш вариант, он удобнее и, главное, дешевле. X210i – это наш уникальный телефон, который называется всем по-разному, либо там диспетчерский телефон, операторский, даже некоторые пульты его там называют. Но его наглядное преимущество – это то, что в нем микрофон, он вынесен, он снаружи и располагается на некой гусиной шее. И 166 динамических клавиш, они позволят вынести клавиши быстрого набора, там перевода на парковку или там какой-то настройка интеркома. Если мы представим, что у нас телефон старого поколения, в котором мы используем панели расширения, где там карандашиком вписываются там имя, фамилия сотрудника, то, боюсь, 106 контактов – это заняло бы 5 панелей, которые бы заняли, наверное, половину стола или даже большую его часть. Это было бы слишком неудобно и, главное, дорого. Если наш телефон без микрофона на гусиной шее, модель X210, стоит порядка 200, наверное, 50 долларов, то там стоимость такой дополнительной панели у других вендоров, она только за панель может достигать, порядка 100 долларов за штуку. В наших телефонов среднего ценового сегмента и выше мы используем сертифицированные динамики компании Harman, поэтому в сочетании с HD-кодеками 722 и Opus вы можете быть уверены, что получите максимальное возможное качество связи. Из отличительных черт также можно ответить 20 тип аккаунтов. Другие производители, насколько я знаю, не используют такое количество, поэтому можно использовать данную новость как некую фичу, которую можно заложить в тендерах. Также в этом телефоне встроен Bluetooth, и есть возможность подключить внешний Wi-Fi-адаптер. Татьяна рассказала, как наши телефоны могут быть подключены с 3CX, и в наше непростое коронавирусное время очень важно иметь возможность легко перенести телефонный аппарат к себе домой. И классно, что есть возможность построить совместную работу нескольких устройств, и более того, это никак дополнительно не лицензируется. Давайте представим, что вам дали телефон, и вы просто приносите его домой, и так как MAC-адрес не изменился, этот телефон может быть успешно настроен, и вот такая интеграция приложения телефона, она будет, в принципе, рабочая. Но есть еще один момент. В наших телефонах вы можете привязать ваш смартфон к нашему телефону. Лично я проводил интеграцию с iPhone, то есть вы его соединяете, и он спрашивает, нужно ли подвязать вашу контактную книгу, и вы используете GSM-линию вашего телефона как внешнюю для входящих и исходящих вызовов. Поэтому частичка офиса, которая переросла к вам домой, и она у вас дома может являться объединением всех и рабочих, и личных коммуникаций в том числе. И буквально пару месяцев назад мы представили IP-телефон на Android. У нас очень долго существовала моделька C600, но теперь ее жизненный цикл завершен. Четвертый Android больше не обновляется, и поставщики чипсетов сказали, что мы больше не будем продолжать их выпускать. Поэтому появилось два новых телефона. По факту это как бы один, но на разных рынках мы продаем его в различных вариациях. Где-то наши камеры, они сертифицированы, отдельно где-то нет, поэтому телефон X7A, он дополняется нашей камерой CM60. Я вот сейчас могу их показать, в принципе, на своей камере. Это Full HD USB камера. В комплекте идет два шнурка. Один коротенький, который соединяется непосредственно с телефоном, и один длинный шнурок, который позволяет вам вынести камеру, например, на монитор. В ней широкоугольный объектив и достаточно светочувствительная матрица, поэтому даже в темном помещении картинка будет хорошего качества. Еще что бы хотелось сказать об этом телефоне. В нем 7-дюймовый сенсорный экран, свежий процессор. Мы используем широкополосный кодек 722 и Opus, который поддерживается, разумеется, системой 3CX. Из преимуществ именно операционной системы Android в том, что вы можете использовать внешние какие-то приложения, установленные APK-файлы. Также вы можете подключать внешнюю гарнитуру через Bluetooth, и вы можете вводить картинку с камер наблюдения, либо картинку с SIP-видеовызова полноценно. На весь 7-дюймовый экран этого монитора она будет правильно смасштабирована на всем этом экране. Если вы первый раз на вебинаре Funville, может быть, вы слышали о наших системах FDMS и FDPS. Это некий софт, который позволяет управлять нашими телефонами при загрузке. Система FDMS, которая хранит сами конфигурационные файлы, там, контактные книги и пароли, она, думаю, в рамках сегодняшнего вебинара будет не очень интересна, потому что у нас 3CX выступает в качестве вот этого сервера управления. Но что же нужно, если у нас новый телефон Funville, который мы только что распаковали из Funville, и нам известен только его MAC-адрес. Поэтому у нас есть некий FDPS-сервер, который является альтернативой настройкой локального DHCP-сервера. То есть при загрузке он запрашивает наш сервер, сервер от Funville, где же ему брать свою конфигурацию. И вот с инженерами 3CX мы сделали такую комбинацию, что именно в веб-интерфейсе 3CX вы можете вбить MAC-адрес, он автоматически перельется на наш сервер FDPS, и любой телефон Funville при загрузке будет уже знать, что, о, у меня есть MAC-адрес, и я загружаюсь, и мой конфиг лежит на сервере 3CX такого-то пользователя, поэтому он получит информацию именно ту, которая необходима. То есть первое, мы зарегистрируем MAC-адрес, либо мы загружаем какой-то Excel-файл, где у нас много-много телефонов, и они... и все это совместно работает. Это очень классно. Эта фича мне нравится. Я рекомендую многим ее использовать. Также я хотел бы рассказать о возможных применениях наших устройств. Мы, как производители оборудования, предлагаем как обычные телефоны, так и нишевые продукты на основе технологии SIP. У нас есть телефоны с влагозащитой, SIP-мониторы на Linux и на Android, и сложно представить такую сферу бизнесов, в которой нельзя было бы применить оборудование Funville. Чего у нас нет? Это дополнение, это именно головной системы унифицированных коммуникаций, унифицированных коммуникаций, которым является 3CX, и который занимается маршрутизацией вызовов. И в целом продукт 3CX, 3CX и Funville может выступать как законченное решение, как софт и железо, которое можно применить в любой сфере бизнеса. Мы периодически собираем отзывы о внедрениях, проводим различные конкурсы и как-то пытаемся вознаграждать партнером, но почему-то это всегда идет с таким скрипом. Может быть, есть какие-то секреты, которые не хотят раскрывать заказчики, или, может быть, они забывают делиться фотографиями, либо каким-то хотя бы описаниями тех внедрений, которые они производили. Может быть, просто лень, я не знаю. Но, тем не менее, если у вас есть какие-то случаи, вы в этих ВКонтактах отпишите мне, поделитесь, и я думаю, в следующем вебинаре можно будет рассказать и об этом, и публично. Но сейчас я еще вкратце расскажу о тех историях, которых поделились мои коллеги. Вот. Один из кейсов – это в этом году был проект в аэропорту Пекина. Я знаю, что в аэропорту Шереметьево и Домодедово тоже происходит плавное перемещение связи на СИП, но, к сожалению, пока оборудование Funville там не участвует. В данном случае в аэропорту Пекина мы использовали X210i с внешним микрофоном, и его использование как раз заточено на аэропорты, на вокзалы, где операторы по старинке, они хотят придвинуть к себе микрофон поближе и прямо целенаправленно в него произнести какую-то информацию. И другой вариант – это использование нашего телефона X7A на Android. Как я уже и говорил, он позволяет полноценно отобразить картинку с видеокамеры на этот экран. Вот. У нас по смартфонам есть такая тенденция, что экраны становятся все больше и больше. Так почему и настольный аппарат не может использовать, становиться все с большим экраном? А если он цветной и большой экран, то вполне правильно использовать видеосвязь именно с нашим Android-телефоном X7A. Другой пример внедрения – это проект, который проходил в старшей школе Нью-Мексико. Мы применили не только наши телефоны, но и устройства i-серии, о которых чуть подробнее расскажет Илья. На Западе уже были построены аналоговые системы оповещения, которые уже смонтированы, и стоимость аналоговых усилителей и динамиков, она тоже немаленькая, поэтому отказаться от них было бы достаточно сложно, как бы я промечиво. Вот. Мы внедрили наш шлюз PA2. И, кстати, в ВКонтакте и в Facebook совсем недавно я анонсировал новое устройство PA3. Если вам интересно, вы можете подписаться на наши группы, чтобы узнавать о новинках в числе первых. И также в этом проекте мы использовали наши домофоны. Они есть в различном внутреннем и внешнем исполнении. Но не буду отнимать хлеб у Ильи. Давайте последний слайд от меня. Это пример реализации в Центре скорой помощи Турции. Ну, время реакции играет самую важную роль. И если персонал или врач, он находится в быстром доступе, и в какой-то момент времени это даже может спасти жизнь, в Центре обработки вызовов мы использовали наш телефон Fanville X6U с несколькими экранами. Ну, а в коридоре и в холлах мы использовали компактный эпителефон H2U и вот такие небольшие динамики, свип-спикеры из серии i10. Ну, на этом у меня все. Я передаю слово Илье. Я думаю, ему еще есть много чего рассказать о наших отельных телефонах и домофонах. Илья, пожалуйста. Друзья, всем еще раз добрый день. Рад видеть в чате и давно знакомых партнеров и новые имена. Особый привет тем, кто смотрит нас на YouTube. В записи пишите, пожалуйста, комментарии снизу, вопросы. Обязательно все прочтем, ответим. Ну и сейчас, конечно, в прямом эфире можете задавать вопросы в чат. Это не проблема. Но вот, кстати, Григорий, прошу тебя пока отвлечься, посмотреть в чате вопрос от Олега. Там тоже во время того выступления нам писали. Не секрет, что я в компании Appymatica, в дистрибьюторе оборудования и программного обеспечения, отвечаю за два бренда, за FAN и за 3CX. Поэтому сегодня в каком-то смысле собрал такое комбо из двух прекрасных вендоров, о которых мы можем поговорить. И небольшой комментарий в завершение выступления Григория. Вот мне просто в личные сообщения пришел вопрос. Регистрация проектов по домофонии идет не от 5000 штук домофонов, а от 5000 долларов в рекомендованных розничных ценах. Так что все не так страшно, как может показаться. Давайте начнем. Мы в компании Appymatica занимаемся некоторыми линейками оборудования FANVIL, не всем спектром, как раз поэтому я сакцентирую внимание именно на том, в чем специализируемся именно мы. Во-первых, это отельная серия телефонов. И здесь сразу нужно сделать замечание, что в отелях прекрасно ложится именно комбинация оборудования от FANVIL конечного и использование 3CX в качестве отельной АТС. Например, потому что 3CX лицензируется по количеству одновременных вызовов, а не абонентов, и это очень выгодно для предприятий, где большое количество номеров, ну или в отелях в прямом смысле номеров, то есть комнат, но при этом маленькое количество звонков. То есть даже, например, в отелях на 500 добавочных номеров может быть достаточно лицензии, скажем, на 32 одновременных вызовов, что приводит к серьезной экономии для конечного заказчика. Ну и плюс в 3CX есть готовые интеграции с отельными PMS-системами, Property Management System, ну, по сути, отельные CRM-системы, если кто-то не слышал этого термина. Это все входит в базу, в редакцию Professional, не нужно отдельно доплачивать за какие-то модули гостиничной интеграции, так что, пожалуйста, берите и пользуйтесь. Но вернемся все-таки, собственно, к оборудованию. В линейке есть два устройства для номеров. Это Fanvil H3 и H5. Они, по сути, свои и по исполнению достаточно похожи, но имеют одно важное различие. А именно H3, более бюджетная модель, снабжена пластиковой панелью на передней части, которую можно кастомизировать с помощью физической замены этой панели и внесение туда информации, нужной для самого отеля. У нас такие проекты были, это сложно и недорого, так что можно все сделать очень красиво. И модель H5, как видите на картинке, снабжена цветным экраном 3,5 дюйма. И здесь, соответственно, элементы кастомизации под конкретный отель уже можно внести непосредственно через веб-интерфейс, ничего физически не меняя. Обе эти модели поставляются как в черном, так и в белом цветах. Ну, также, кстати, есть возможности поставить как с блоком питания, так и без, и на этом действительно еще сэкономить. Они обладают шестью программируемыми клавишами, на которые можно внести нужные значения. Ну, к примеру, бар, ресепшн, какая-то помощь, экскурсии, что-то еще, что нужно для отеля. И интересное замечание. Вот справа вы можете видеть на картинке, на корпусе, есть дополнительный выход для зарядки мобильных телефонов или каких-то других USB-устройств. В современных гостиницах действительно каждый USB-вход никогда не лишний. О чем мы тоже писали, могу ссылкой поделиться. И еще одна модель Funvel H2U. Этот телефон по своей философии в первую очередь телефон для ванных комнат, для отелей, как дополнительное устройство, которое можно повесить на стену и использовать как устройство, в том числе и экстренной связи в случае, если человек, например, подскользнулся в ванной или что-то произошло. Опять же, поставляются в двух цветах, обладают HD-звуком. И также на внутренней стороне трубки можно нанести элементы кастомизации, заменив бумажный носитель. Ну или, в конце концов, если кто-то хочет, прямо поверх можно что-то напечатать или приклеить стикер. Здесь уже могут быть разные варианты. У этого телефона есть 10 клавиш быстрого набора, соответственно, на которые можно нанести какие-то значения, и, как я уже сказал, на внутренней стороне трубки их прописать. И дополнительная программируемая DSS-клавиша для различных команд. Ну, к примеру, это может быть, например, еще раз кнопка SOS. Или, например, клавиши открытия двери. Или еще какие-то функции. При этом аппарат обладает двухцветной индикацией. Зеленый-красный на внешней стороне трубки, что помогает понять, когда идет вызов, или, например, пришло голосовое сообщение. И по нему можно общаться с помощью громкой связи. Это важно для различных кейсов, но и в том числе для случая получения какой-то экстренной помощи, в том числе в гостиницах. И, естественно, вот, собственно, применение в гостиницах – это основной способ, основной кейс. Как эти телефоны? Ну, собственно, они есть в вашей серии, должны и могут применяться. Здесь также важна его влагозащита, так что не бойтесь стоять у ванной комнаты, где может быть какой-то пар. Дизайн, конечно, элегантный. Не так давно эта модель на рынке, но уже наши партнеры постоянно говорят, какая она приятная, красивая и приятная на ощупь, эргономичная. И, конечно же, возможность осуществления входящего вызова сразу на несколько трубок тоже важна, чтобы телефоны звонили, соответственно, и в комнате, особенно если их несколько, и, соответственно, в ванной комнате. Ну вот на левой фотографии – это реальный кейс. Наш пример тоже, как мы делали кастомизированные телефоны для ателя Джамайка в городе Анапа пятизвездочном. Там, соответственно, стояли Fanvil H3, и мы этот кейс описывали. Но вообще в отелях высокой категории и в номерах люкс, в том числе в отелях любой категории, телефонные аппараты должны стоять во всех помещениях, то есть и в комнате, и в ванной комнате. Если несколько номеров, то буквально в каждой комнате номеры. Поэтому действительно функция Headspot, она в этом смысле еще более важна. Но не только. Здесь, конечно, никто не запрещает использовать трубки H2U просто как IP-телефоны и устанавливать их в любом нужном месте. Сразу такой пример возникает в сериалах, в каких-то фильмах часто всплывает картинка, как такие применяются, когда люди берут трубку со стены, куда-то начинают звонить, чтобы совершить какую-то экстерную связь, быстро донести информацию. Поэтому кейс больниц достаточно понятен. Ну и, конечно, какие-то общежития, ну или, может быть, какие-то жилые комплексы с длинными коридорами, где нужно внутри помещения, ну, понятное дело, что не на улице, но расставить оборудование, чтобы можно было совершить какой-то звонок, попросить помощи, ну или просто с кем-то связаться. Другой кейс применения – это, конечно же, многоквартирные дома. Про сами домофоны, которые вызывают наличные клетки или в подъезде, скажем, чуть позже. Здесь именно, говоря как про ответную часть, аж двою, бюджетный, надежный, простой в использовании и понятный, без каких-то лишних функций, лишних клавиш, IP-телефон вполне может служить как ответная SIP-трубка на стороне квартиры, ну, конечно, без передачи видеосвязи, понятное дело, но с отличным качеством аудио, чтобы можно было открыть дверь и послушать, понять, кто пришел в гости. Еще один возможный кейс – это стойки регистрации в аэропорту. Мы, наверное, привыкли, что там чаще стоят большие десктопные телефоны, по которым сотрудники авиакомпании или аэропорта куда-то звонят в случае чего-то, но почему бы не поставить действительно более компактную трубку, и, соответственно, сэкономить место там, где его и так немного. Ну и здесь в очередной раз должен сделать лирическое отступление, что у 3CX также есть достаточно много кейсов применения программного обеспечения в аэропортах, в том числе и в России. Например, аэропорт Пашковский в Краснодаре. Проект в аэропорте Кольцово тоже прорабатывается. И авиакомпании тоже любят пользоваться 3CX, например, Air France. Так что здесь тоже есть прекрасный повод для синергии и для того, чтобы делать именно комплексные проекты с оборудованием Funville и программным обеспечением от 3CX. И еще один пример, как могут применяться эти трубки. Все, в продолжении логики повествования про H2U. Это какие-то стойки, кассы в супермаркетах, в кафе, где, опять же, мало места, обычно куча всего понаставлено, нужно выдавать заказы или просто что-то, какие-то покупки. При этом еще их легко уронить, махнуть, при этом нужно легко и быстро отвечать. То есть, конечно, здесь такая суматоха, суета, что действительно надежные неприхотливые трубки от Funville прекрасно в эту концепцию ложат. Постарался рассказать максимально тезисно, не перегружая вас. У нас, конечно, есть отдельные большие вебинары, посвященные именно отельным проектам. Я вот нашего контент-менеджера, наверное, попрошу сюда добавить подсказку на YouTube. Кто хочет, конечно, пишите вопросы, могу и ссылками поделиться, и рассказать лично, это не проблема. Мы поподробнее можем поговорить про линейку отельных телефонов. Но сейчас перейдем именно к домофонии, к IP-домофонам от Funville, которые все, вся линейка в целом отличается HD-качеством, передачей аудио с эхоподавлением, по сути, для всех устройств, но и также для устройств, оснащенных видеокамерами. Это HD-видео, передача видеокачеством минимум 720p, при этом широким углом обзора. И на данный момент уже практически все видеодомофоны от Funville оснащены режимом ночного видения. Насколько я знаю, в ближайших прошивках даже в самых бюджетных устройствах тоже это должно появиться. Наверняка, ну, я думаю, вы как минимум слышали о том, что есть SIP-домофоны от Funville и знакомые с устройствами. Они бывают разными, и моделей в линейке существует достаточно много, как для внутреннего применения, так и для уличного, как с видеокамерами, так и без, как с полной клавиатурой 12 или 15 кнопок, так и с одной или двумя кнопками вызова. То есть, по сути, здесь уже больше такие сценарии использования, как интерком, как пункт вызова справки или помощи. Ну, также, может быть, конечно, с двумя кнопками. Ну, москвичи, наверное, привыкли к такому сценарию в московском метро, когда есть две кнопки – помощь и информация. Ну, вот такой действительно стандартный кейс применения. Все устройства, как я сказал, есть для внутреннего и для внешнего применения, все устройства, которые для использования на улице, они, во-первых, водо- и пылезащищенные, как минимум, по стандарту IP65, антивандальные по этой классификации, по максимальному стандарту УК-10, и, конечно же, работают в широком диапазоне температур. Производителям подтверждено от минус 40 градусов, но у нас были инсталляции и в холодных регионах России, где по факту температура доходит до более низких пределов. Ну, то есть, наверное, производитель с юга Китая не всегда просто даже задумывается, что такие крайние случаи вообще бывают в принципе, но можем подтвердить на своем опыте, что и в более низких температурах устройства также прекрасно работают и не отказывают. И, конечно же, линейка домофонов – это все именно домофоны, то есть даже устройства с одной кнопкой вызова, такие как AI-12, например, они в любом случае обладают возможностью контроля доступа и открытия дверей. Так что нет ошибки в том, чтобы называть их интеркомами, но именно функция домофонии в любом случае присутствует. Есть различные способы доступа, которые можно организовать с помощью оборудования от FUNVIL. По паролю, по звонку, по звонку на конкретный номер, если полноценная клавиатура или по запрограммированному номеру на одной или двух кнопках, с помощью RFID-карт, конечно, для тех моделей, у которых есть считыватели RFID, ну и с помощью отдачи DTMF-команд и удаленный доступ. Так что различные функционалы, различные сценарии здесь можно без проблем реализовывать. Внутри i-серии от FUNVIL есть различные линейки устройств. Не буду, конечно, рассказывать вам про каждое, укладывать технические характеристики, но буквально пройдемся по различным линейкам. Бюджетное устройство и линейка i10, в которой, соответственно, есть устройство с просто одной кнопкой вызова, аудиодомофон. Есть устройство с кнопкой вызова с видеокамерой i10V, соответственно, которое может давать уже видеосигнал. И устройство i10D, которое можно использовать как бюджетное, простое внутреннее устройство для ответа. То есть, соответственно, одна кнопка «Принять вызов», и вторая при желании, при необходимости, открыть дверь. Ну и также есть уличный интерком i16V, опять же, с одной кнопкой вызова, с камеры ночного видения, в таком прекрасном стильном дизайне и защищенный для установки на улице. Поверьте, можете посмотреть у нас на сайте, ну и запросить прайс, если хотите. Устройство действительно в своем сегменте крайне интересно по цене, при этом обладает прекрасным нужным функционалом, так что обратите на него внимание. Более топовые устройства. Это действительно одни из последних новинок, которые буквально в этом году появились, но они уже есть у нас на складе, так что можно купить буквально день в день в Москве и в других регионах нашего присутствия. Например, i32V, чем-то похож на i16, о котором мы говорили на предыдущем слайде, но здесь еще добавлен, как вы видите, считыватель RFID-карт и немножко изменен дизайн. И также топовое по функционалу и цене устройство i33V в двух исполнениях, врезное и накладное, это единственное отличие между двумя моделями, с камерой ночного видения с широким углом, с повышенной защитой, как видите, с дополнительным козырьком от осадков, с дисплеем, на который можно вводить информацию. Вот на картинке нарисован ключик на данный момент на этом дисплее, с клавиатурой уже не 12 клавиш, а 15, то есть еще дополнительные функциональные три клавиши снизу, вы можете видеть, и считыватель RFID также. Так что весь нужный функционал, при этом с высокой степенью защиты, действительно устройство прекрасно подходит для подъездов и для каких-то внешних инсталляций практически в любом сегменте. Таким образом, с помощью домофонов от Funvel можно реализовать разные сценарии, разные кейсы. Не только просто открытие двери, но и, например, кейс круглосуточного видеонаблюдения. То есть видеодомофон от Funvel у вас становится еще одной точкой видеофиксации и видеорегистрации, и можно поток буквально круглосуточно передавать на монитор. Вот у нас в офисе буквально так и реализовано, то есть снаружи стоит домофон от Funvel, соответственно, внутри на мониторе можно в режиме реального времени смотреть, кто там. Ну и, естественно, в случае звонка видеопоток также идет и по запрограммированному маршруту, например, на видеотелефон, где также можно увидеть, кто пришел, и, соответственно, открыть дверь. Контроль доступа в офисе. Здесь прекрасно работает сценарий с телефоном X210i, о котором рассказывал Григорий, и вызывной частью, ну, например, тот же i10v. То есть в этом случае видеокартинка пойдет также на этот упомянутый телефон, консоль мониторинга, и можно получить изображение. То есть сам телефон не является видеотелефоном в полном смысле, у него нету самого камеры, но он именно принимает видеоизображение из камеры видеонаблюдения или с домофона от Funvel. Конечно, нельзя обойти вниманием кейса использования домофонов на квартирных домах. Здесь могут быть разные сценарии. В разных домах жильцы, например, хотят, чтобы была полная клавиатура, чтобы можно было позвонить в конкретную квартиру или набрать ключ. В каких-то домах говорят, что нужна только одна кнопка, чтобы незваный гость, условно говоря, мог позвонить только охраннику, только консьержу, и тот уже будет принимать решение, есть человек в списках, нет, нужно ли его пускать, или он должен уйти, чтобы жильцов не могли побеспокоить. При этом в любом случае логичнее поставить сразу видеодомофон. Обычно всего 10-20% жильцов хотят этим функционалом пользоваться, но разница в стоимости такая незначительная, что если разделить даже на эти квартиры, то обычно это просто незаметное увеличение цены. Так что лучше сразу предоставлять возможность дополнительного функционала. Ну и, конечно, ответные части в квартирах могут быть разными. Опять же, те же самые трубки H2, о которых я уже говорил, ну или какие-то более серьезные IP-телефоны, если кому-то в доме это нужно. Ну или, например, ответные части планшетного типа. Вот буквально недавно у нас на складе появилась новинка от Funvel, две модели, IP51 и IP52. Вот так вот она выглядит. Уже есть тестовая партия. Вы можете взять на тест или приобрести себе для постоянного тестирования, для предоставления заказчикам все цены, все номенклатуры заведены, так что обращайтесь. Но не все это оборудование от компании Funvel. Что-то приходится обделить вниманием, потому что действительно обо всем сразу в течение часа рассказать невозможно. Есть также гарнитуры. Мы в компании Epimatico этими гарнитурами не занимаемся, к сожалению. Но, может быть, если Григорий захочет, он сейчас может пару слов про них дополнить. Но еще также есть SIP-динамики, конкретно от модели IW30, которые позволяют организовать мультикаст вещания, оповещения. Также все это прекрасно работает в связке с ATS 3CX. И можно без проблем и без каких-то сложностей, при том достаточно бюджетно, организовать различные сценарии работы в офисах, в организациях, в школах, в университетах и так далее. То есть не только телефонная связь, просто позвонил, положил трубку. Ну и, соответственно, домофония, оповещение, функции интеркомов, экстренный вызов в случае чего-то плохого. Так что обо всем этом, конечно, не нужно забывать, особенно в каких-то учреждениях, где много людей. Я, наверное, свой лимит времени уже использовал. Я, пожалуй, на этом закончу. Ну, еще раз, может быть, передам слово коллегам. Я думаю, если есть какие-то дополнения, то мои коллеги захотят рассказать. Да, буквально еще секундочку я дополню. Когда ты перечислял способы открытия реле у домофонов, мне вспомнился один случай, которым я хотел бы акцентировать внимание на том, что мы… фанвилл не является какой-то труднодоступной, труднодоступной, огромной, там, корпорацией. Наоборот, мы всегда идем навстречу и стараемся как-то кастомизировать оборудование либо делать какие-то персональные фичи. Как пример, нам обратился совсем недавно партнер, который захотел установить наши домофоны, а точнее вызовную панель i12 в шлагбаум, и там была одна кнопка вызова. Но, как мы можем знать, в шлагбаумах не сказать, чтобы использоваться какие-то надежные способы связи с внешним миром. То есть никто оптику до шлагбаума не прокладывает. Это может быть какая-то… какой-нибудь 3G или LTE-канал, либо Wi-Fi там до шлагбаума. А у нас C-протокол. И что произойдет в случае, если кнопка нажата? Тем не менее, на той стороне никто не ответил. То есть оператор не поднял трубку, потому что центры диспетчеризации в Москве обычно следят за десятками или даже сотней шлагбаумов. Например, то есть подъехала скорая или пожарная, они нажали кнопку, а ничего не произошло. То есть у нас не рабочий сип-сервер, у нас не рабочий канал связи, или оператор полностью не поднял. И что тогда произойдет? И вот в этом случае фанвил подумал и сказал, что действительно история, которая может произойти, и нужно дать этому решение. И мы модифицировали прошивку так, что у нас проверялась доступность сип-сервера, и только в этом... И в случае недоступности, при нажатии кнопки, в случае недоступности реле все равно срабатывало, и шлагбаум открывался. То есть вот такой, казалось бы, простой пример, который показал нашу адаптивность, и мы уже внедрили вот эту вот функцию во всю нашу основную линейку домофонов. Татьяна, может быть, вы что-то еще скажете? Ну, мне очень приятно, во-первых, что мы сегодня собрались в таком составе. У нас действительно такие вебинары еще не проходили. И мне приятно, что мы его организовали. Я уже писала вам как-то, Григорий, я получила тоже отзыв от нашего одного из партнеров. Когда он узнал, что будет вебинар, он, к сожалению, не смог принять участие, и он получит запись, он сказал, «О, как классно! Фанвилл – это сочетание цены и качества, и я его очень люблю, и я очень хочу послушать про него, что же там еще расскажут и предложат. Мне интересно, какие новинки». Поэтому сочетание действительно хорошее, да, и все автонастройки есть. Со своей стороны я могу только агитировать вас, продавать именно 30X вместе с фанвиллом, потому что, как я уже сказала, сочетание существует... Про деньги? Олег спрашивает, будет ли что-нибудь про деньги. Я думаю, что про деньги мы можем пообщаться индивидуально. Да, сегодня вебинар менее коммерческий. Олег, со своей стороны прайсами по тем линейкам, которые занимается компания EpiMatico, без проблем в любой момент можем поделиться. Также Григорий, несомненно, расскажет про другие линейки телефонов. Так что обращайтесь, все контакты есть. Ну и, может быть, комментарии для тех, кто смотрит нас в записи на YouTube, кто не видит переписку в прямом эфире, мы обязательно вот вниз в комментарии добавим ответы на вопросы, которые возникали в чате, но, может быть, вам тоже будет интересно почитать, так что вот туда вниз пролистните. Спасибо большое всем за участие. Да, спасибо, Григорий. Татьяна, классно. Татьяна, спасибо вам большое. Илья, спасибо большое. До встречи. У нас небольшой анонс еще в ближайшем времени. Я думаю, мы организуем с Ильей новый вебинар по нашим новым SIP-мониторам, которые тоже могут использоваться, в том числе и с 3CX. Про вижнинга, наверное, еще в данный момент не существует, но открытый SIP-протокол, и подключить это устройство у нас, разумеется, получится и к системе 3CX. Вот. Поэтому ждите анонса нового вебинара. Панели получились очень классные. Я их тоже сам уже протестировал. Отображают видеокартинку в полном режиме. SIP-вызовы работают со сторонними системами в том числе. Поэтому, да, подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, Facebook, группу IP-матика, группы Восточной Европы по фанвил. Поэтому следите за нашими новинками. На наш телеграм-канал, на YouTube. Подписывайтесь везде. Всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.